в этом видео вы узнаете как можно бесплатно съездить вывод что это значит на самом деле если вам нужно в израиле купить дорогостоящую технику какие-то принципе дорогие вещи то вы можете поехать в айлат и там есть беспошлиная зона то есть это та зона где вы можете в общем-то без ндс покупать все дорогостоящие вещи и у меня пришло время до поменять телефон потому что него вздулась батарея да и мне сказали что это небезопасно то есть в любой момент это батарея может взорваться и так далее но меня это конечно не прям сильно пугает меня больше пугает что с каждым днем она вздувается все больше и больше ну и я решил съездить в его конечно же по сути да понятное дело отель там стоимость бензина это те же будут расходы но для меня это впечатление для меня это путешествие я надеюсь вы насладитесь этими приключениями вместе со мной я постараюсь по максимуму все показать сейчас я нахожусь на прекрасном мосту через реку на карте тут огромная река но сейчас конечно же лето да и видимо летом эта река превращается вот в такой вот ручеек я поеду посмотрю там айфон может быть еще что-то куплю все расскажу очень давно не был воевать а это место очень отрезано да то всего остального израиля ехать примерно три с половиной часа на машине есть без остановок да но есть с остановками то конечно же время потихонечку увеличивается 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 я еще поздно выехал обязательно досмотрите этот ролик до конца и вы увидите самое неочевидное и прекрасное место с точки зрения природы возле элата и так это моя первая остановка то я выехал из дома и у меня было не так много бензина буквально на выезде у меня была заправка но я решил проехать и заправиться где-то на дороге в чем уже не первый раз убеждаюсь это часто бывает ошибкой потому что мне пришлось ехать километров где-то уже 60 и только первый раз я встретил заправку вот в эту сторону заправок было мало и даже я видел машины останавливались и люди ходили в туалет тоже весьма странно мужчины просто встают за машиной прямо до никуда не отходят и в общем то делают свои дела но я заправился и теперь продолжая свой путь в эйлат я решил заехать такой классный музей авиационный музей здесь огромное огромное просто количество самолетов очень интересно про каждый самолет написано все показали где тут какая скорость как они выглядели какие-то самолеты можно залазить вот я решил приехать сюда и посмотреть как это все выглядит только собрали всяких разных конечно самолетов очень круто очень круто прямо по годам жара стоит на улице 35 градусов здесь такая пустынная да и воздух пустынная среда воздух такой очень сухой и важно конечно же пить в израиле вообще я для себя выделил две таких важных вещи которые раньше для меня были не очевидны то есть я намазался кремом я всегда теперь мажусь кремом перед выходом когда я знаю что я буду где-то гулять а во вторых вторая вещь про которую я недавно узнал что бутылки с водой лучше в машине не оставлять во первых это пожароопасно а во вторых конечно же проблема в том что бутылка из пластика пластик нагревается начинает выделять вредные вещества то есть потом эту воду лучше не пить здесь сделано как-то как взлетная полоса в общем так это какой night fighter united kingdom британский самолет французский самолет какая у него турбина чуть через него так воздух проходит обалдеть прямо насквозь воздух проходит через весь самолет вот здесь вот такого же типа тоже самолет тоже французский говорят французские машины не очень надежно интересно как французы делают самолет а это все французские вот они что-то придумали что у них с носами интересно так бомбардировщик участвовал в синайской войне в общем французские модели какие-то странные ох какие там вертолеты израильские обалдеть конечно обалдеть столько да вот разных совершенно разных самолетов разного типа разного назначения класс я конечно сам летал на самолете прямо за штурвалом такого маленького самолета и ну вот типа такого да и для меня это оставило просто неизгладимое впечатление чисто такая туристическая была поездка мы просто проехались с инструктора я даже сам посадил по сути самолет да то есть он конечно был все время на подстраховке но сажал самолет я и но это не так то прямо просто да то есть его нужно сажать абсолютно параллельно земле и в общем сбавлять скорость до чтобы планировать потом еще тормозить но в общем цвета такая целая история конечно классно а там какой большой самолет ну слушайте новости молодцы и детям конечно это очень все интересно да здесь единственный минус что очень жарко тени мало и нужно конечно же пить скоро у израиля будет безвизовый режим с америкой сша можно будет ездить опять французский вертолет очень много французской техники использовалась в израиле то такие звуки как будто самолет летает видимо мы на какой-то авиабазе находимся зайти сюда тоже не так просто забирает документы в залог у меня забрали ну просто попросили любой документ проверили паспорта все проверили все записали взяли залог каком маленький американский вертолетик вот такой бы мне вертолетик на работу летать класс вот тоже небольшой но это уже такой более комфортабельный тот для троих а это для четверых тоже американский а это еще побольше но какой израильские уже пошли это точно израильский самолет 1982 года это тоже с мощными бомбами в общем классно здесь классно вот это израильский какой необычный да патриот аэркрафт наблюдение за морем самолет а и он еще какой иллюминатор у него знать что можно было высунуться и смотреть что там видимо или камеру высунуть очень необычно кукуруза какие купе американский кукурузник только в 2018 году такие самолеты перестали нести службу но это вообще выглядит стареньким конечно и там еще какой-то склад самолетов вот так можно попить тоже воды в общем воду пить нужно обязательно чтобы не было обезвоживания на самом деле обезвоживание наступает очень неожиданно те начинает болеть голова да и ты как бы просто вот вообще ну не ощущаешь того что она наступает да то есть она наступает незаметно для тебя просто надо все время помнить о том чтобы пить как можно больше воды и не оставлять бутылки с водой в машине вот это новый факт полезный лайфхак вон там что-то летает какой-то самолет явно там садится или взлетает в общем здесь военная база с таким музеем сделано но вот этот конечно самолет прямо очень впечатляет интересно какой он страны то есть такой прямо мощный бомбардировщик не бомбардировщик а транспортный какой-то самолет столько у него он все что он может перевозить какое количество солдат какое количество техники такие лопасти 4 до мощнейших мотора американский сама самолет тяжелый транспортный боинг и на таком самолете даже модифицирован да он был модифицирован по 2 пи для министра оливии школе он на нем ездил в африку в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году я бы на таком тоже полетал конечно там наверно премьер-министра был полный ну а здесь вообще винтажную самолет вот с деревянным этим сам винтом примерно на таких ели дал класс вообще маленький какой-то великобритания 47 52 год еще бы на самолете конечно не истребители прокатиться вот это было бы вообще я бы конечно сидел не знаю позволит мне здоровье проехаться на истребители без опыта меня некоторые комментаторы отправляли в армию я бы конечно пошел бы летчиком наверное меня допустит только до уборки самолетов к вас вообще конечно не так я еду я уже не очень хочу останавливаться потому что с чем дальше тем больше я отбиваюсь от графика и все позже и позже планирую приехать но впереди просто вот такая такой столб выглядит как лютая такая инопланетная фигня то есть столб и сверху огромное зеркало которое судя по всему вылавливает до лучи солнца для того чтобы пускать эти лучи усиленно на солнечные батареи и генерировать электричество но это моя догадка конечно на сто процентов да я не уверен если это не так то напишите в комментариях что это вообще такое но выглядит конечно очень круто очень так привлекает внимание вообще класс конечно такая конструкция вот как можно современным способом в пустыне фактически до генерировать электричество очень интересно выглядит вот как будто какие-то инопланетяне либо прилетели либо это космодром для значит их привлечения так что так вот да прямо вот мы сейчас находимся пустыне и будем сворачивать от этого маяка почитаю потом про это подробнее может быть еще сюда не раз езжу и прямо вот хочется заехать на этот объект но времени катастрофически просто не хватает поздно я сегодня выехал конечно вот сейчас буду поворачивать может быть будет видно больше будет видно больше так я наконец доехал до элата здесь конечно совершенно другой климат он очень сухой глаза сушит просто все сушит 38 градусов на улице я купил телефон то есть я сначала поехал не в отельчик а именно магазин чтобы успеть в общем купил телефон получился он на 400 шекелей дешевле чем если бы я его покупал в центре страны ну соответственно эти деньги собственные сэкономил за счет этого получилось фактически бесплатная поездка на выходные вывод вот здесь классная природа очень красиво необычно это вот прям совершенно другой какой-то другая какая-то как будто бы климатическая зона смотрите какие вот для собачек сделаны стойки так впереди иордания тоже очень красивые горы там мертвое море что сказать вылать и классно конечно очень далеко очень город удаленный так скажем да вот остальной страны но по сути как бы в целом да здесь можно классно проводить время красное море всегда круглый год тепло и в этом плане конечно это огромный плюс мне есть еще задание посмотреть ноутбук попробуем сходить посмотреть дорога была очень живописной заняла где-то но у меня она заняла на 5 потому что я останавливался заезжал в музей авиации там тоже погулял да это все берет время то есть я не рассчитывал на то что я так долго буду ехать ну и выехать мне пришлось сегодня чуть попозже но зато я спокойно до днем всю вот эту жару ехал не уверен конечно что здесь стало попрохладней но в общем-то так на самом деле одному здесь находиться немного жутковато ты здесь ездить застряну то мне придется ждать какой-то помощь все непонятно правильные иду нет уже как будто и заблудился где-то я уже должен был выйти правильно